Добрый день, мои дорогие подписчики! Я рада вас приветствовать на своем канале Елены Ермакова. И хочу сообщить вам о том, что я опять возобновляю свои прямые трансляции в нашей рубрике «Новости». И призываю вас всех к обсуждению. Рассказывайте, делитесь своими новостями. Делитесь тем, что вы узнали нового за сегодняшний день. Сегодня, ну прежде всего, хочу вам сказать доброе утро. Все проснулись, умылись, зубки почистили. У нас дуже холодно. Начинаем прежде всего, начинаем свой репортаж, назовем его так. Начинаем с того, что расскажем о погоде. Вот этот циклон, который образовался над Балтийским морем, пришел вчера туда, ближе к вечеру, пришел к нам в Днепропетровск. Очень холодно, поэтому я сегодня вооружилась спортивным костюмом, видите. И таким образом, вот, и пришла на работу, и работаю. Похолодало, похолодало ненамного, похолодало буквально на пару дней. Дальше опять к нам придет лето. Сейчас такое впечатление, как вроде бы осень. Вот, ну, у природы нет плохой погоды, поэтому, поэтому будем радоваться тому, что нет такой жары. Ну и прежде всего, хочу вам рассказать о том, что интересного я прочитала. Первое. В Исландии призвали объединиться против КНР и России. Вот такое вот, это, Широков сказал, зачем Спартаку брать игроков из Уфы. Вот. И хотелось бы вам прочитать сегодня лунный гороскоп на 14, сегодня 14 июля, 14 июля 2020 год. Я вам хочу прочитать лунный гороскоп на сегодня, на 14 июля 2020 года. Сегодня у нас прекрасный день, вторник. Вторник, не жарко, прекрасно. Значит, и начинаем. Первое. Какая же энергия, вот что нам рассказывают, что нам, энергия этого лунного дня, легкая, быстрая и спортивная, способствует различным, непродолжительным, необремененным делам, помогает достигать скорейших результатов, если ваши амбиции и цели не слишком заоблачные. Нежелательно сегодня создавать семьи и приумножать их численность. Брак и зачатие детей здесь стоит в разделе противопоказаний. Наверное, потому, что и то, и другое быстро и кое-как делать нельзя. Зато благоприятным обещают стать шоппинги и долгожданное приобретение, покупка автомобиля, обучение, лечение, занятия с животными, экстремальные хобби и увлечения. Вот все, что показано в гороскопе на сегодняшний лунный календарь. И я хочу вам рассказать еще и о лунном календаре на неделю. Что же нас ждет, друзья, на этой неделе? Ну, примерно, что ждет. То, что нам обещают люди, которые астрологи. Значит, и того, лунный календарь на неделю с 13 по 19 июля. Вторник, то есть сегодня у нас хорош для жизни на высоких скоростях. На лету думать, оперативно принимать решения и не откладывая, действовать, воплощать идею в жизни. Настройтесь с самого утра на бодрый темп. Поэтому я вот утром вам так и сказала, друзья, все бодро, 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 бодричком. Вот. И тогда вы многое успеете. И почувствуете удовлетворение от достигнутого. Благоприятным день обещает стать для политиков, спортсменов, медиков, психологов, торговых работников, исследователей-путешественников, представителей силовых структур, инженеров и всех, кто занят физическим трудом. Или связан с транспортными средствами. Вот такой вот, вот такой вот лунный календарь с 13 по 19 июля. Хороший. Хороший, такой вот интенсивный сегодня у нас должен быть день. И природа благоприятствует этому, то, что нет жары. Это замечательно. Итак, 24-летняя YouTube-блогерша умерла во время беременности. Но это случается. Россия выпустила свой корабль. И они говорят, что этот корабль России лучше, чем Мистраль. Дженнифер Энистон станет крестной матерью дочери Кейти. Большие пенсии. Какие доплаты положены супругам к юбилею? Давайте-ка мы посмотрим. И я вам об этом расскажу. Какие доплаты положены к юбилею? Что нам обещает наше государство? Какие доплаты положены к юбилею супругам? Супругам уже пожилым, те, которые на пенсии. Как известно, наше государство обещает доплаты супругам к юбилею совместной жизни. Поэтому лучше держаться вместе. Вместе всегда спокойней и надежней. Вот такая, как есть издание Life. Он разбирался, какие выплаты могут получить супруги, отметившие юбилей совместной жизни. Оказывается, что они могут быть больше ежемесячной пенсии. Далеко не все люди, прожившие долгую жизнь в браке, знают, что к юбилею свадьбы могут получить денежную доплату. Причем речь идет о весьма ощутимых суммах. Выплаты к юбилеям свадьбы предусмотрены на региональном уровне. Они могут значительно различаться. Такие выплаты можно рассматривать как весьма приятный презент к юбилею совместной жизни. Рассказывал заслуженный юрист России. Это друзья в России. То есть Россия дает своим людям презент к юбилею совместной жизни. И вот рассказывает заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи дела жизни, член научно-консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации Иван Соловьем. Их размер устанавливается региональными законодательными актами. Вот, например, в Питере, Хмао и Удмуртии величина выплат составляет 1 тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни на юбилей в России люди могут получить 50 тысяч рублей. И так как рассказывают российские политики, что в некоторых регионах для получения выплаты существуют дополнительные требования. Например, пенсия одного из супругов должна быть не выше 2,5% пенсии другого. И они не должны быть официально трудоустроены. Ну, как бы там ни было, если супруги уже на пенсии и прожили совместно в браке более 50 лет, поэтому это им очень-очень хорошая будет доплата. Может быть, когда-то и наше правительство к этому подойдет. Ну, а что касается нашей жизни, друзья, прежде всего, конечно, хотелось бы жить в чистой экологической стране. Наша Украина очень чистая, очень прекрасная и комфортная для жизни людей страна. Но, тем не менее, что многие наши предприятия загрязняют и выбросами, и истоками. Мы прекрасно знаем, какой ужасный сейчас Днепр. В Днепре купаться невозможно. И все об этом замечательно знаем, что туда сбрасывают свои стоки все, кому не лень. Но если бы были нормальные экологические службы у нас на уровне государства, они вроде бы как есть, зарплату получают, но работать не работают. Тогда бы этих стоков бы, конечно, не было. И об этом бы никто не говорил, и мы бы спокойно с вами купались в Днепре. Но не только одними стоками богата наша страна, Украина, но и богата тем, что все, кому не лень из предприятий, считают, что они имеют право выбрасывать свои выбросы. Ну, правда, они все-таки немножко скрываются, они их выбрасывают только ночью, стараются ночью. Я сейчас, я живу недалеко от Днепропресса, Днепропресс-сталь, которые буквально пять лет назад начали делать эти большие выбросы, трубы, которыми сейчас только заезжаешь, только с тополей заезжаешь сюда на 12 квартал, все, дышать нечем. Вот, но я скажу, я это чувствую очень сильно сейчас уже. Ну, некоторые люди думают, что это запах канализации, но это не запах канализации, уверяю вам, я показывала не однажды эту трубу, которая дымит вовсю. Работайте, это замечательно, работайте, давайте людям зарплату, если вы нормальные работодатели, но не травите людей. Вот прежде всего, вот то, чего хотелось бы. Да, у нас все, кому не лень, Днепропресс начались, Днепропресс-сталь уже пять лет, как сбрасывают эти выбросы в атмосферу, и мы дышим вот этим сероводородом. Вот, ну, а что говорить о Петровке? Ведь у нас на Западном регионе самые дешевые квартиры. Почему? Потому что там стоит постоянно вот этот запах сероводорода. И никому из властей, особенно из экологических служб, дела нет. Вот, очень плохо, что вот, что власти, власти этим не занимаются. Ну, вот таким образом. Поэтому, друзья, я считаю, что, в принципе, все равно дышать, конечно, надо воздухом, и купаться надо в чистой реке, а не с выбросами. Поэтому мы для этого и живем, поэтому нам надо этим заниматься. Нам надо очистить, очистить воды и очистить наш воздух. Для того, чтобы жили наши дети, внуки, правнуки, чтобы они все были счастливы. И чтобы мне, честно говоря, мне хочется, чтобы все население земного шара было счастливым. Поэтому, а для того, чтобы оно было счастливым, надо быть, естественно, любить друг друга прежде всего. Для того, чтобы любить друг друга, не делать того, что другому будет плохо. Друзья, я на этом пока закончу свой репортаж, свой эфир. Хотела сделать прямой эфир с телефона, но не получилось, потому что, говорят, у меня еще не такой вот, не такой канал. Друзья, пишите мне, пишите в комментариях, кто не успел подписаться, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте будем обсуждать, будем говорить о том, как сделать так, чтобы нам всем было комфортно жить. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok